В Кыргызстане впервые вопрос проведения операции по пересадке почки взят под личный контроль государства. И в начале этого месяца была успешно проведена первая бесплатная трансплантация 22-летней девушки. Отныне по поручению президента Садыра Джапарова будут бесплатно проводиться операции всем нуждающимся кыргызстанцам. На каких условиях и на какие средства будут проводиться операции в Кыргызстане, в очередном интервью агентству КАБАР рассказал глава государства. Да, мы начали своими силами проводить такие операции. В Кыргызстане более 2,5 тысяч граждан получают гемодиализ. Как мне доложили, 50 из них уже нашли доноров. Прошли полное медицинское обследование и готовятся к трансплантации. Первая такая операция прошла успешно. Две медицинские бригады могут ежедневно проводить 2-3 операции. Даст Бог, впредь будем оперировать сами. Все расходы по пересадке почки больным, получающим гемодиализ, оплатит государство. Это порядка 7-8 тысяч долларов. Чего мы этим добьемся? Здесь две выгоды. Государство ежегодно расходует на каждого пациента, получающего гемодиализ по 14-15 тысяч долларов. Таким образом, на 2,5 тысячи человек каждый год выделяется более 3 миллиардов суммов. Если будем сами оперировать больных, которые нашли доноров, то сможем сократить расходы. Проводя операции на половину средств, которые расходуются ежегодно на одного пациента, получающего гемодиализ, оставшуюся часть сможем экономить и полностью сократить расходы на будущий год. Ведь если пациент перестанет получать гемодиализ, то и расходы государства сократятся. Первая выгода – это помощь нашим гражданам. Вторая – экономия средств. Есть больные, которые получают гемодиализ по 10-15 лет. Такая операция за границей стоит до 25-50 тысяч долларов. Это я знаю из личного опыта. Если помните, в 2014-2015 годах мы делали такую операцию за рубежом моему брату, Доулоту. Тогда мы отдали 45 тысяч долларов. Всего ушло около 70 тысяч долларов, включая дорожные расходы и послеоперационные процедуры по реабилитации. Не у каждого больного на гемодиализе есть такие деньги. Поэтому государство будет им помогать. Пациент сам находит донора. Самое главное, чтобы было генетическое сходство. Как правило, это родные братья и сестры. Недавно я подписал закон, позволяющий расширить круг доноров. После того, как находится донор, он вместе с рецепиентом проходят все необходимые проверки и готовятся к операции. Более подробную информацию о дальнейших процедурах можете получить у Министерства здравоохранения.